Даже не приехал никто, никто из администрации, не откачивать, не посмотреть, что творится. Все посадки уничтожены. Но это невозможно. А с детьми? У меня двое внуков. Представляете? Наша проблема, это не проблема, это трагедия. На протяжении длительного времени администрации нет предпринимать никаких действий по потоплению данной территории. Затоплена улица Хвойная, Березовая, Рождественская, Рабочая, Осипенко. Здесь большое количество людей живут в невыносимых условиях. Собственникам домов наносится огромный ущерб. Дело в том, что некоторые дома построены и в 60-х, и в 70-х. А это шлакоблок, который наполняется водой и разрушается. Деревянные строения тоже разрушаются. Все посадки, которые пенсионеры посадили в этом году, уничтожены. Представляете, в таких вот домах живут дети. Естественно, в таких условиях дети начинают заболевать, с простудными заболеваниями. Естественно, мы на улицах Хвойной даже не можем вызвать скорую медицинскую помощь, потому что там дорога просто была подтоплена. Вот ее нету, она грунтовая. На максимальный подъем воды мы отключаем, естественно, мы отключаем электроэнергию. У нас обесточены все электроприборы. Мы остаемся без света, без тепла и без канализации, потому что это все-таки насос, какая-то насосная станция. Мы просто не в человеческих условиях оказались. В целом, вообще, проблемы это на протяжении 10 лет. 10 лет здесь много-много-много новых построек. Естественно, администрация, когда выделяла эти участки, она должна предусмотреть, была водоотведение. Понимаете? Ну, ничего этого не было сделано. Весной у нас не было такого подтопления в лучшем проблеме. Мы не поймем, откуда столько воды. Приезжал МЧС, и когда проводили обследование, они сами не могли понять, откуда столько воды. Идет какой-то выброс, сброс воды. Мы так понимаем, что какая-то часть наполняется и выливается, потом прям льется рекой к нам. Кабачки были посажены, тыква, все, там, петрушка, морковка, свекла, лук, чеснок, все это утонуло. Такого вообще не было. Но первая причина, это просто, нет водоотведения, не хотят делать. В этом году даже не приехал никто, никто из администрации, не откачивать, не посмотреть, что творится по весне. Куда только не обращались, ну, наверное, ему нужно для того, чтобы платить налоги. И все. Вот к такому выводу прихожу. Он у меня и так старый, и бедный я живу, еще и это, напасть. В терраску была полная терраска воды. Из маленькой комнаты перелилось там у меня подпол, старый, небольшой. Все оттуда вода поднялась, и через пол просочилась в зал. И какой жизнью? Что вы испытываете? Не буду выражаться матом, но это невозможно. А с детьми? У меня двое внуков. Представляете? Канализацией не пользуемся, водой не пользуемся, потому что все вокруг полностью затоплено. Вся дренажная система, все септики, все заполнено водой. Муж ветеран боевых действий, участник СВО, с тяжелым ранением вернулся с боевых позиций. И вот мы вынуждены, наверное, скоро ходить в общественную баню будем, потому что мы не можем ни помыться, ни приготовить. Ну, ничего, просто дом не функционирует. Чуть дальше 11-й школы, вот она прям расположена, дети ходят. И недавно мы узнаем, что вот это все у нас называется тополиный сквер. Вы можете себе представить, что вот это тополиный сквер. Половина участка школы в воде. Вот администрация школы, что пытаются делать? Ничего не делают. Вот я написала, я вам показала, я написала в Добродел. Мне написали, скиньте локацию. Скинула локацию, и они написали, отклонено. Официальном ответе, последнем, буквально на этой неделе пришел ответ из полиции о том, что причина этих подтоплений – дождь. Дождь, понимаете, у нас дождь является подтоплением вот таких катастроф.